В течение пяти лет работы ведомство и его личный состав обеспечивают охрану общественного порядка и общественной безопасности при проведении более трех тысяч массовых мероприятий. В ходе выполнения спецопераций сотрудниками Росгвардии было задержано более 900 лиц, подозреваемых в совершении преступлений, изъято более 300 единиц огнестрельного оружия и около 14 тысяч боеприпасов. С 2016 года сотрудники более 100 тысяч раз выезжали по сигналам тревога. В подразделения полиции доставлено более 13 тысяч лиц за различные правонарушения. Наряды подразделений вне ведомственной охраны участвуют в профилактике преступности на территории области и ежесуточно выставляют около 90 групп задержания, несущих службу на 48 маршрутах патрулирования. Я думаю, это призвание, это должно быть в человеке, это чувство, что ты хочешь служить. Это не просто прийти зарплату получить, форму бесплатную, еще что-то. Человек должен это чувствовать душой и сердцем, служить родник, как говорится. Помимо основных задач управления Росгвардии, особое внимание уделяет патриотическому воспитанию не только сотрудников, но и молодежи. Так, личный состав принимает участие в уроках мужества Росгвардии с учащимися у общеобразовательных школ, в спортивных мероприятиях с воспитанниками спортивно-патриотических клубов города Владимира и региона. На постоянной основе сотрудники ведомства два раза в год сдают кровь для областной станции переливания крови. Это первое, самый главный гражданский долг каждого гражданина России, помогать другому гражданину России. Это наши обязанности, мы всегда стоим на страже и помощи гражданам России. Ведомство не забывает и тех, кто погиб, защищая родину. За управлением Росгвардии закреплена 51 семья погибших военнослужащих при исполнении служебно-боевых задач. Традиционно 24 марта с ними проводится слет матерей и вдов сотрудников, погибших при исполнении военного служебного долга. Сотрудники Росгвардии во время службы зачастую рискуют своей жизнью и здоровьем, но все равно изо дня в день остаются на своем посту.